Так вот, пока еще я здесь, пока еще вещаю на русском языке, я пытаюсь сделать хоть что-то. Для того, чтобы наша с вами совместная жизнь, чтобы мы все жили лучше. Чтобы бедный стал богаче, а богатый стал еще богаче. Я делаю все от меня зависящее для этого. Делаю это отчасти потому, что сегодня, наверное, уже ничего больше не остается. Уровень отчаяния, уровень бедности наш скоро будет просто запредельный, и надо делать хоть что-то. Сразу должен пояснить насчет названия. Оно должно было звучать русскоговорящим. И не стыдно, а просто невыгодно. То, что я сейчас буду говорить, никак не связано с нашей нынешней ситуацией. Это было всегда. Это не зависит от национальности. То есть, в какой стране вы живете. То есть, вам достаточно просто говорить на русском языке. Ну, или любом другом языке, кроме английского. Я почему про русский говорю? Потому что мы все с вами русскоговорящие. То есть, грубо говоря, даже та же Украина, она львиная доля русскоговорящая. Хотя в нынешних реалиях это может, конечно, измениться. Но не суть. В целом, я сейчас говорю не разделяя про все СНГ. Мы все от этого страдали всегда и будем страдать еще долго. Как конкретно мы страдаем и почему, я вам изложу в этом ролике. Так, ну и первое, что хотелось бы сразу сказать. Если ты родился русскоговорящим, ты родился человеком, который идет по жизни через преграды. То есть, ты не можешь просто как британец, как американец, как, я не знаю. Если уж не брать даже англоязычное, там, сингапуриц или там немец. Ты не можешь просто родиться. Просто пойти работать бухгалтером. И взять себе в ипотеку дом, купить себе машину. Ходить там каждый день в кино по выходным, захаживать в рестораны, в бары. Проводить несколько раз в году отпуски в каких-то теплых странах. Ты не можешь просто так взять, идти работать бухгалтером. Бухгалтер это не самая плохо оплачиваемая работа. И это уже квалифицированный специалист. Я даже не говорю о неквалифицированном труде, который у нас не ценится вообще никак. То есть, грубо говоря, детский воспитатель это важнейшая работа, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. А таким людям нужно платить, казалось бы, если уж это государственное учреждение, платить приличные деньги. Человек занимается уходом за детьми, иногда воспитанием. Воспитатель он так и называется. И хотя мое личное мнение, что никакого воспитания детям давать не надо, этим должны заниматься как минимум чуть в более позднем возрасте. И в первую очередь сами же родители должны этим заниматься. Тем не менее, этот человек так называется. А как корабль... 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 Ух уж эти русские пословицы, которые просто влезут из головы. Нет. Я вам просто так скажу, что в большой степени ситуация, в которой мы сейчас оказались, это результат неправильного воспитания наших же детей. Мы с вами когда-то были детьми, и нас с вами неправильно воспитали. Нас до сих пор неправильно воспитывают. Если вы думаете, вас, которые вы смотрите новости по телевизору, или вот вы смотрите сейчас меня, или вы смотрите любого другого лидера мнений, если он что-то пытается пояснить серьезное, а особенно политическое... Я, кстати, сейчас политику буду затрагивать как можно меньше по возможности. Ну, просто такая тема сама по себе предрасполагает. В общем, все эти, все, что я перечислил, все вас в какой-то мере воспитывает. Воспитание заключается в том, что вам вкладывают в голову определенные идеи и мысли, и вы либо соглашаетесь, либо нет. Если соглашаетесь, воспитание было успешно. Это не образование. Образование — это когда ты узнаешь какие-то факты, там, допустим, я не знаю, про гравитацию узнаешь, формулу ускорения свободного падения. Вот это факты, с которыми невозможно спорить на один момент, и это образование. Воспитание немножко другое. Допустим, в военное время сторона, на которую нападает, возбуждает своих гражданах дополнительно, кроме того, что, как бы, люди и так чувствуют, что они нападают, дополнительно государство своей пропаганды возбуждает в этих своих же граждан, которые и так страдают, дополнительную ненависть, дабы они испытывали праведный гнев и шли добровольно в ряды армии, брали в руки оружие и шли и убивали неприятеля. Это тоже воспитание. Сложно ли недооценить то, что я сейчас говорю? То есть, грубо говоря, воспитание может либо спасти, либо уничтожить твою жизнь. Да, если тебя сейчас воспитывают праведным гневом брать в руки оружие и идти убивать, то по факту ты можешь умереть, значит, это воспитание может просто лишить тебя жизни. Я не говорю про конфликт в Украине, я говорю вообще в целом. Понятно, что у украинцев нет выбора, им надо защищать свои дома, это понятно. Или, допустим, воспитание, что есть какой-то один сплоченный Запад с каким-то, условно говоря, центром в США, вот там вот сидит этот Байден и Блинкин, и вот это тоже воспитание вас воспитывает, что вокруг вас одни враги, и вы вот одни такие, и вам надо сплотиться, и когда вы слышите вот слово сплотиться, у вас должно щелкать в голове, это вранье, здесь что-то не так. Все потому, что это один из приемов военной пропаганды. Я прочитал целую гигантскую статью, основанную на книге, не помню автора, забыл фамилию, там были перечислены методы военной пропаганды. Так вот, одна из методов военной пропаганды это сплотиться. Слышите это слово, всего хорошего, дальше можете не слушать. Опять-таки, вы можете меня сейчас не слушать, честно. Вы можете думать, что захотите. Я пытаюсь вам донести сейчас что-то то, что мне кажется, может вам помочь. Я могу быть не прав? Могу. Вы можете меня не слушать? Можете. It's up to you, как говорится. Это отсылка к тому, что мы все говорим на русском, да? Ну и давайте конкретно, какие мы проблемы испытываем от того, что мы говорим с вами все не на английском языке, я могу назвать это так. Именно русский язык ввиду немец. То есть украинский, белорусский и так далее. Я просто русский возложу как самый популярный среди нас в СНГ, мы все знаем русский, то есть просто подчас говорить на всех остальных, это еще более невыгодно. О чем я сейчас говорю? Самый первый пример. Но будем ли мы спорить, что доходы у нас с вами очень низкие? Имеется в виду среднестатетическая зарплата, если все страны СНГ взять, плюс-минус одно и то же выйдет, несколько сотен долларов зарплаты. Ну там, скажем, 400 недавно было в среднем, сейчас она опустится раза в два, наверное. На примере моих собственных родителей. Они хотят сейчас ехать либо в Канаду, либо в США и дожить свою жизнь, так сказать, в комфорте, работая на нормальных условиях, с нормальным соцпакетом за нормальную зарплату, то есть. И сейчас есть такая возможность. Их принимают. Можно прийти, можно официально работать. Она есть, реально. То есть просто приди. Все, это все, что нужно. И ремарка небольшая здесь, что это работает только для украинцев, из всех, кто меня смотрит, потому что, ну, вы сами знаете почему. А мои родители украинское гражданство имеют. Что их останавливает? Они не знают язык. Шанс всей вашей жизни, то есть. До этого вы как-то перебивались. Заработка на заработок случайно. И выживали, можно так сказать. Я отчасти помогал. Там вам не нужна будет помощь. Вы сами будете способны о себе позаботиться. Даже работая на самом элементарном и квалифицированном труде, вот как вы дома и работаете. Просто дома вы, занимаясь этим же трудом, перебиваетесь, а там уровень жизни поднимется выше. Он не будет идеальным, но он поднимется выше, это точно. Они очень сильно сомневаются и оттягивают до последнего, просто потому, что они не знают английского языка. Вообще не знают. То есть им это очень сложно. Русский язык или украинский язык, или белорусский. Куда можно поехать? Куда? Только по странам СНГ. Больше нигде этот язык не нужен. Он никак не поможет им. Это пример простого человека, рабочего человека. Возьмем выше, возьмем селебрити. Если ты вещаешь, вот я с вами сейчас стою и вещаю на русском языке, ты по факту проигрываешь как минимум в количестве. Нас с вами очень мало. Это самая большая наша проблема. То есть, грубо говоря, сейчас еще вопрос на как... Ну, ладно, на самом деле не вопрос, но, грубо говоря, если бы я был китайскоговорящим, да, то есть китайским блогером или китайским бизнесменом, я и то, и другое, то я бы был, в принципе, доволен ситуацией. Да я и сейчас, в принципе, не жалуюсь. Просто могло бы быть лучше. Так вот, я бы был, в принципе, доволен ситуацией, потому что переходить на английский, ну, не даст тебе такого повышения уровня, как если с русского перейдешь на английский. Скачок будет просто гигантский. О чем я говорю? Про низкий уровень дохода населения. Мы с вами меньше потребляем, мы с вами меньше денег тратим, мы с вами меньше кликаем рекламу, мы меньше этой рекламой пользуемся. Соответственно, просмотры на ютубе, это что, вот когда там рекламка вылазит, у вас уже не вылазит, но когда еще вылазила, это шла какая-то копеечка автору. Автор имел возможность зарабатывать на своем контенте. Соответственно, когда автор не имеет возможности зарабатывать на своем контенте, он пойдет на работу, а контента у вас не будет. И, грубо говоря, можно, знаете, долго смеяться. Это еще одна, кстати, еще один минус, так сказать, всего СНГ. Я без зазрения совести могу сказать, что именно СНГ, потому что остальные страны, в которых я бываю, а я уже во многих странах побывал, вот даже сейчас я нахожусь в Индонезии, на острове Бали, и нигде я не встречал настолько ненависти к более высокому классу населения от более низкого. То есть, ах, ты богатый, ах, у тебя машина лучше, и жена красивее, ах, у тебя дом больше. Чтоб ты все это потерял. Почувствуешь, каково жить мне. Но я таким людям могу только сказать, что вы живете за счет этих людей. Откуда вы получаете свою работу? То есть, если вы не бизнесмен, у вас не хватает либо денег, либо желания, или чего бы то ни было не хватает, для того, чтобы создать что-то свое, и поднять свой уровень жизни туда вот, где, как бы, кому вы завидуете, то вы можете просто работать. Действительно, это вариант, которым пользуется большинство. Так вот, кто дает этот вариант? Именно бизнесмены. Именно те, кого они ненавидят, просто за то, что они богаче, просто за то, что они могут себе позволить больше, и их жизнь комфортнее. Большую часть рабочих мест создает кто? Приватный предприниматель, не государство. Несмотря на даже огромная раздутая армия чиновников, скажем так, если брать конкретно Российскую Федерацию, просто невозможно огромная армия чиновников, на которой идут космические средства, просто какие-то содержания. Это все из-за автокритического строя российского государства, но это, опять-таки, сейчас не в тему. В тему то, что очень странно, что те люди, которые ненавидят яростной ненавистью более богатых людей, от этих же самых богатых людей получают деньги, свои зарплаты. То есть не стань этих бизнесменов, они будут лишены средств для существования. То есть они, грубо говоря, начнут умирать с голоду. И государство всех не прокормит, потому что государство, чтобы тебе что-то отдать, должно сначала что-то забрать у кого-то. Нет предпринимателей, которые платят огромных налогов, соответственно, они не могут эти деньги от предпринимателей раздать бедным. Соответственно, не будет никаких пособий и так далее. Начнется тотальный голод. Это то, что будет, если исчезает предпринимательство приватное. Государство само себя не кормит. Оно кормится за счет граждан. И очень большую долю вносят именно предприниматели, которые платят вот эти большие налоги. А я напоминаю, в Российской Федерации одни из самых больших налогов на планете. Они скрытые, вы не всегда о них знаете. Большинство из вас, наверное, о них и не слышали. Но если вы занимались когда-то бизнесом, вы об этом знаете. Мораль такова. Я считаю, по моему субъективному мнению, не стоит ненавидеть того человека, за счет которого ты вообще существуешь. По-моему, это логично. Кроме того, этот человек, конкретно вот этот бизнесмен, он тебе ничего плохого не сделал. Ну, там, допустим, у него из поля он выращивает рис, да он кормит тебя, ну, грубо говоря. Я не говорю про олигархов, которые лезут, так сказать, в законы, лезут в конституцию, меняют мир под себя, точнее, страну. Или выкачивают ресурсы, которые, по идее, принадлежат всем нам и продают куда-то. Да, это же не Запад, скрупают у нас ресурсы и грабят нас. Это мы и сами продаем Запад. Я не знаю, можно сказать это, назвать мифом. Опять-таки, сейчас можно оспорить все что угодно. Вы можете мне сказать, нет, это не так. Но взгляните правде в глаза. Посмотрите, откройте список Forbes. Самые богатые там, грубо говоря, россияне, это те, кто сидят на чем? На ваших природных ресурсах. Наших всех. Они общие должны быть, по идее. Но нет, они предназначены конкретным людям. Еще немножко воспитания. Как я уже говорил, нас воспитывают о том, что вот этот великий единый Запад очень злой, который выкачивает ресурсы со всего мира, на самом деле покупает. И не дает развиваться странам, отчасти это правда. Это не в их интересах. И очень часто они так и поступают. Это, безусловно, даже спорить не буду. Так вот, этот Запад постоянно хочет нас захватить. Постоянно добудет Третья мировая война. Если бы сейчас не началось то, что началось, у нас бы было гораздо больше крови. Сколько раз я это слышу. Честно, друзья, это попахивает просто... Я не хочу оскорблять это. По моему субъективному мнению, это неправда. Но сейчас не тот ролик, чтобы это детально объяснять. Но давайте допустим такую ситуацию, что действительно вот этот Запад, и тем более отчасти, как я уже сказал, это правда, нас эксплуатируют и так далее, выкачивают из нас ресурсы. И стравливает нас. У меня такой вопрос. Почему мы ему помогаем? То есть, грубо говоря, что сейчас происходит? Российские граждане с помощью своих собственных денег и средств в ущерб себе убивают украинских граждан. А украинские граждане с помощью бесконечных денег от США, от НАТО, от Европы, от кого угодно и оружия бесконечного потока. Оно не закончится никогда. В Украину будут давать и давать это оружие, чтобы Украина защищала. Это не закон... Я... Ну ладно, хорошо. Почему мы им помогаем? Почему мы убиваем друг друга? Зачем? Зачем мы это делаем? Опять-таки, ответите мне, чтобы не было еще больше крови. Я уже сказал, я считаю, со своего субъективного взгляда, что это неправда, что ничего бы не было, если бы эта война не началась. Из той статьи, про ту книгу, которую я прочитал, еще одно правило пропаганды военной говорит о том, что ты никогда не начинаешь войну. Ты всегда ее заканчиваешь. Ты всегда жертва. Вы думаете, немцам другое рассказывали во время начала Второй мировой войны? Нет, они слышали ровно то же самое. Если бы мы сейчас не начали войну, то вот это вот они бы нас захватили, они бы пришли, нас бы убили, нас бы и не уничтожили. Ровно та же самая полемика, ровно та же самая методика использовалась. Она, знаете, немножко работает, как вот по тем годам, вот буквально прошло уже сколько, почти 100 лет, и методы остались теми же самыми, а русскоговорящий человек ведется, и самое интересное, что это работает. Действительно. Судя по тому, что я смотрю сейчас, что происходит, это работает. Вот она еще одна была причина. Если ты русскоговорящий, то твоя экономика так или иначе может быть связана с Россией, потому что, как вы знаете, да, упал рубль, упал тенге, упал сумм, упала гривна, раньше падала гривна, сейчас гривна уже как-то отвязана больше от рубля. То есть падает все. Мы все взаимосвязаны экономически. Возвращаясь к теме, как я уже сказал, самая большая проблема в том, что нас мало. По данным сайта Этнолог, поддерживаемый институтом SIL International, мы находимся на восьмом месте, нас русскоговорящих, примерно 154 миллиона. Эти данные собраны на 2019 год. Понятно, что эта цифра выше, потому что здесь указаны только те страны, которые официально говорят на русском языке, или русский язык хотя бы является вторым государственным. Но реальность такова, что около 200 миллионов. При этом, между восьмым местом и первым настоящая пропасть. То есть первый здесь китайский, но мы не будем говорить о том, что он первый, потому что в основном одна только страна на нем и разговаривает, и подчас друг друга не понимают, разные диалекты, все дела. Но их, грубо говоря, полтора миллиарда. Это по количеству действительно самый первый язык. Но если взять вот популярность, естественно, самый популярный язык английский, но по данным этого же сайта на втором месте испанский, 460 миллионов, и на третьем только английский, и на четвертом хинди не сильно ему уступают. Реальность же такова, что вся Индия, львиная ее доля, разговаривает на английском тоже, то есть к английскому добавляется еще там миллиард индусов. Я был на Шри-Ланке, а Шри-Ланка это, если так сказать, им будет это оскорбительно, но, грубо говоря, это те же индусы. И у них два государственных языка, можно считать, не знаю официально или нет, но они по большей части, кроме очень старого поколения, говорят на английском так же свободно, как на своем хинди. А, соответственно, англоязычный контент они тоже поглощают, они тоже смотрят. Соответственно, говоря на английском языке, кроме заявленных 379 миллионов пользователей чисто англоязычных, которые никакой другой язык не знают, добавляется еще миллиард людей, которые говорят на английском из Индии. И это не говоря уже о всех остальных людях, которые понимают английский язык, хотя бы на уровне просто усвоить примерно информацию, которую тебе доставляют. Грубо говоря, не сотни миллионов, как в случае с русским, это миллиарды. То есть, откинув все остальные преимущества разговоров на английском языке, ты получаешь как минимум количественные преимущества в несколько раз, а то и в десятки. Ну, в десяток. Хорошо, в один. Но это откинув остальные преимущества, а они есть. Ну, давайте я вам прочитаю самые свежие данные за 2022 год. Это топ-10 самых богатых ютуберов. Есть ли среди них русскоговорящие? Сюрприз нет. Джеффри Старр 15 миллионов долларов в год. Десятое место. Дэвид Добрик 15 с половиной миллионов долларов в год. Здесь еще указаны их миллионы подписчиков, то есть 18 миллионов, 17 миллионов. Это не объективная информация, потому что собираются с разных соцсетей вместе, а там чаще всего люди дублируются. Хотя здесь вот написано, что это именно уникальных пользователей. Как они это посчитали, хрен его знает. Я просто сам здесь, как вы видите, этим занимаюсь и не знаю, как это вообще можно посчитать с разных соцсетей и количества уникальных пользователей. Но предполагаю, что их действительно десятки миллионов. В общем, пропуская сразу несколько мест, понятно, что там очень много, очень людей очень много зарабатывают. Есть одно русское исключение. Но это русское, так сказать, условно, потому что это семилетняя блогер Анастасия Родзинская. 18 с половиной миллионов долларов. И в этой десятке нет ни одного взрослого русскоговорящего человека, потому что это просто невозможно. Невозможно конкурировать с англоязычными. Из этого вытекает следующая проблема, которую я уже частично затронул, это низкие доходы. Американский просмотр, один, стоит порядка 6 долларов на тот момент, когда я это смотрел. Я смотрел это около года назад, перед этим видео не смотрел, лень мне. Факт остается фактом, примерно в три раза больше, чем зарабатывает на русскоговорящем просмотре. Это я вам говорю, как человек, который конкретно этим занимается и зарабатывает на этих просмотрах. Ну, в данный момент уже нет. Нам же всем отключили это все. Соответственно, кроме количественного преимущества, вплоть до десятка раз, как я уже сказал, ну это прям по максимуму берем, ну хорошо, в пять раз точно. Мы берем еще и качественное преимущество каждого просмотра в денежном эквиваленте, который будет стоить, если это американский или британский просмотр, то он будет стоить, грубо говоря, в три раза дороже. Да, граждане Индии, смотрящие англоязычные ролики, будут платить примерно, также их монетизация стоит, как и с русского просмотра. Но количество все еще несоизмеримо. То есть, грубо говоря, ты получаешь, даже на одной только США получаешь больше трехсот миллионов зрителей, трехсот миллионов богатых зрителей с огромной стоимостью одного просмотра. И говоря по существу, когда мы говорим о цифрах в населении, прям в существовом нашем населении, это тоже не совсем объективно сравнивать, потому что уровень диджитализации, ну давайте говорить русским все-таки языком, цифровизации, русскоговорящего человека кратно ниже, чем уровень цифровизации англоговорящего человека. Грубо говоря, у тех же американцев больше возможностей и денег, и образования выше. Они могут себе позволить чувствовать себя с гаджетами всякими, с техникой, с интернетом, ну гораздо ближе они к этим вещам, чем русскоговорящие. Ну посмотрите на наших с вами родителей, а особенно на наших с вами бабушек с дедушкой. Бабушка моей жены какое-то время назад говорила, ей принесли телефон без провода, и она говорила, что это за бесовщина какая-то, что это такое. Телефон это, обманываешь, оно, это так не работает без провода, телефон не работает, он не звонит. Потом в какой-то момент она говорила, что ваш телефон очень плохой, он сломался, он плохо работает. Просто историю вам рассказываю смешную. Приехали к ней, значит, решать, что же у нее с телефоном-то не так, и она, телефон вверх ногами, антенкой вниз, говорит, очень плохо слышно, ее и она очень плохо слышит. Ну динамик здесь, микрофон здесь. Вы поняли, да? Вверх ногами телефон держит. И не понимает, что держит его вверх ногами. Понятное дело, какой правильно стороной телефон держать. Я сейчас не говорю, что мы тупые. Нет, конечно. Но уровень цифровизации, еще раз говорю, у нас совершенно не тот. Грубо говоря, мы не так пользуемся теми продуктами, мы не так сильно совершаем платежи через интернет, мы не так сильно смотрим сайты, не так сильно пользуемся этой рекламой, как в основном делают это англоговорящие пользователи. То есть у них тоже есть глухое село и люди, не понимающие, что это за техника вообще, но их кратно меньше. Из этого еще отпадает часть населения, а у нас стариков очень много, если что, вот допустим Беларусь, средний возраст, если я правильно помню, 40 лет и преимущественно женщины. То есть, грубо говоря, почему когда восстание было в Беларуси и когда восстание было в Казахстане, в Казахстане оно было гораздо более кровавым и гораздо более быстрым и стремительным и завершилось хоть какими-то результатами. Они действительно в считанные секунды убрали елбасы и убрали бы и президента, который сейчас стоит, если бы не вмешательство некоторых людей. Кто-то какую-то армию куда-то ввел и помешал смениться власти. Хорошо это или плохо, я не буду сейчас говорить. Каждый для тебя делает вывод сам. Тем более, я не имею никаких интересов в Казахстане. Я не гражданин Казахстана и это не мое вообще дело. И сейчас русский человек, обычный русский рабочий человек скажет мне следующее. Не нравится? Пи***ю свою Америку. Разговаривай на вот том вот языке. Ты, чертов, предатель. Так и скажет. Следующая проблема всех жителей СНГ. Не нравится чемодан-вокзал Лос-Анджелес. Не нравится чемодан-вокзал что-то там. Что угодно критикуешь, чемодан-вокзал куда-нибудь. Так и происходит отток мозгов. Грубо говоря, интеллигенции образованным людям, которые у нас безусловно есть, у нас есть высококлассные специалисты. Были. Высококлассные специалисты в IT-индустрии. Где они сейчас? В Кремниевой долине они все сидят. Остались самые, либо знаете, кто вот самый ленивый и не хочет он изучать это на английский язык. Опять-таки, это тоже та проблема, которая мешает ему выйти на новый уровень жизни. Грубо говоря, в Кремниевой долине средняя зарплата американского программиста 30 тысяч долларов, а здесь он может получать там, ну, 3. Что очень высокая зарплата для нашего человека. Но это не 30. То есть, грубо говоря, своим нежеланием или своей ленью изучать другой язык, он может себе навредить, что он и делает. А все люди, которые знают себе цену, они там. Я уже сказал, что говорит в таком случае наш человек обычный, рабочий, простой человек, предатель, ну и по шуму. Нельзя так говорить. Потому что завтра, потому что не завтра, сегодня у нас нет высококлассных специалистов ни в какой отрасли. Человек недоволен своей зарплатой. Человек высококлассный специалист, ему там предлагают гораздо больше. Сделай ты ему условия, чтобы и здесь ему было хорошо. Нет, пошел нахуй, раз что-то не нравится. Потому так и живем. Остается только рабочий, самый низкообразованный класс и живет так, как может себе позволить жить. Потому что нету своих специалистов, нету ничего своего. Полностью зависим внешне от всех. Все страны зависят внешне от всех. Это понятно. Ни одна страна не является самостоятельной. Ни США и даже ни Китай. Все все покупают снаружи. И если страну изолировать, она превратится чуть ли не в средневековое государство. Посмотрите на Кубу, от чего там ездят вот эти прекрасные машины. У меня недавно вот друг ездил туда и выкладывал фото как раз. Вот на таком красивом кабриолете, красненьком таком, наполированном. Ну так это не от того, что им поголовно в Кубе нравятся эти вот эти красивые машины. Это от того, что другого ничего нет. От того, что живут под санкцией. Ну, будем ли мы говорить про Туркменистан, про Северную Корею? Да, это изолированные страны, причем в большинстве случаев они сами себя изолировали. Посмотрите на уровень жизни, можете посмотреть прекрасно Лядова, можете посмотреть других блогеров, которые из этих мест конкретно снимали репортажи и видели жизнь там. Ну, вы бы не хотели, грубо говоря, так жить. А это именно то, куда катится страна, откуда вытекают мозги, откуда вытекает интеллигенция. Вплоть до того, что у него хипа длиннее. И все равно для тебя выгодно, чтобы он здесь оставался. Все равно тебе нужно, чтобы он был здесь, чтобы бизнесмен, богатый миллиардер, миллионер, любого уровня бизнесмен оставался здесь, создавал здесь рабочие места, на которых ты можешь работать, получать достойную зарплату. Если будет много работодателей, они будут соревноваться за рабочие руки. Если будет мало работодателей, рабочие руки будут соревноваться за рабочие места. Тебе же выгодно, чтобы этих людей было как можно больше. Богатых, интеллигентных, образованных, которые двигают технологии в стране, которые двигают саму страну, которые платят налоги, которые создают рабочие места, которые вот это все, что бесконечно хорошо для твоей страны, Любой страны, которую я сейчас назову, это любая страна в этом заинтересована. Просто некоторые это понимают и создают специальные визы, как, допустим, делает это США, для талантливых людей, по которым можно уехать там и легализироваться навсегда. А есть те, которые говорят, чемодан, вокзал, что-то там. И те, которые говорят, чемодан, вокзал, что-то там, по причинам, которые я вам сейчас озвучил, всегда будут пасти задники. Абсолютно во всех планах. Казалось бы, вот СНГ, мы все с вами, это гигантский кусок планеты. Но почему-то мы являемся одними из беднейших стран по уровню жизни и самыми бедными из белых людей. Или из азиатов, то есть у нас же азиаты тоже есть, да? Больше всего меня удивляет вот это вот чемодан, вокзал, что-то там от представителей власти. Это люди, которые напрямую должны понимать, если не понимают, то должны понимать, какими колоссальными убытками обращается в их страну уход какой-либо компании. Особенно уровня Макдональдса. Вы знаете, что Макдональдс, он типа не ушел, но приостановился. Что говорят? Национализируем, заменим все своим, сырье-то наше, можем сами производить, рабочие места сохраним. Давайте так, я вам так скажу, что государство является самым плохим управленцем вообще из существующих, потому что оно не заинтересовано. Вы все прекрасно можете видеть, это еще хороший пример Советского Союза, это еще хороший пример, когда всем управляло по сути государство, и никто в эффективность не был заинтересован. Но это отличный пример по сравнению с Северной Кореей сейчас, где тоже всем управляют государство. И там нет ничего, там вообще ничего. И ее не изолировали, так как изолируют, допустим, Российскую Федерацию сегодня. То есть самая санкционированная сейчас страна на планете, и никогда еще такого не было, это Российская Федерация. Поэтому изолируя сейчас какую-либо страну, она превратится, грубо говоря, в Северную Корею. И еще раз говорю, что Северная Корея на данную секунду не является настолько подсанкционной, как Российская Федерация. То есть потенциально, смотря чем закончится, смотря как будет дальше происходить ситуация, может быть гораздо хуже. Ну так вот, знаете, уход Макдональдса, это не только то, что люди перестанут есть вот эту вредную американскую еду, начнут есть у дяди Вани, или как там вот это, знаете. Это просто такие смешные вещи, говорят люди. Это человек, сидящий в правительстве. Это он такое говорит. Это человек, который должен отдавать себе отчет в том, что Макдональдсы тысячи ресторанов и десятки тысяч сотрудников. И они все потеряют работу. Но он рассказывает сказки о том, что мы сейчас все, как бы, все в свои руки возьмем. Никто не потеряет работу, зарплаты оставим в прежнем уровне, цены понизим. Вот знаете, у меня просто складывается впечатление, а что ж Макдональдс-то так не сделал? Эта компания, которая работает, гигантская корпорация интернационально, работает по всему миру. Что ж он не снизил эти цены, если мог? Что ж он не платил больше своим сотрудникам, если мог? Вопрос в том, что, наверное, потому что не мог. И если вот этот чиновник, который сидит и говорит, что сейчас у дяди Вани сделаем, и все, и у нас будет забей вообще. И если он считает, что он умнее интернациональной компании, которая работает почти во всех странах на планете, у меня для вас плохой сюрприз. Если вы ему верите, то вы не очень умный человек. Национализировали бы ли в первую очередь свои ресурсы? Забрали бы их у олигархов? Вот это бы, возможно, и привело бы к каким-то хорошим последствиям. Может быть. И реально все бы похлопали. У меня же, опять-таки, у нас же ненавидят богатых людей. А тем более этих людей, ну, скажем так, причины ненавидеть все-таки какие-то имеются. То есть они все-таки распродают наши с вами ресурсы. Ну, вот есть небольшие предпосылки, да? А национализировать и внешний бизнес, это значит отжать его, грубо говоря, украсть. Украсть то, что тебе не принадлежит. Какая компания следующая придет на такой рынок в той стране, в которой что-то там отжимают и крадут на государственном уровне? Какая компания туда придет? Никакая. А страна без иностранного инвестирования, это страна без долларов. А страна без долларов, это страна, которая ничего не может позволить себе купить. Потому что за рубли ты ни у кого ничего не купишь. Ты будешь покупать у всех стран только за доллары. Можно еще попробовать бартером, но в основном работает все за доллары. Есть локальные договоренности, допустим, с Китаем, когда Китаем платим рублями, а у Китая берем юань. Но это настолько мизерный процент, что просто даже несущественно это можно игнорировать. Так вот, тот представитель власти, который говорит, или тот селебрити, который говорит, а можно навсегда закрыть Макдональдс? Он просто плюет в лицо и размазывает вот так вот в лицо обычным людям. Людям, которые работали в этом Макдональдсе. Люди, которые получали там зарплаты. И если Макдональдс уйдет все-таки навсегда, десятки тысяч россиян потеряют свои рабочие места и пойдут в другие отрасли искать где-то, где прокормиться. А значит в других отраслях понизятся зарплаты, потому что будет слишком много рабочих, слишком много предложений. Труда, а соответственно, значит каждый из них стоит в отдельности дешевле. Можно им дешевле платить, они все равно будут работать, будут бояться потерять. Они на любых условиях будут работать, потому что их много. Это не говоря уже, что другие же отрасли иностранные тоже же пропадут. Если продолжится все в таком же духе, их просто не станет. И это будет говорить о том, что работы не будет вообще. По поводу качества продуктов, это уже такое, знаете, это даже Макдональдс, это как раз тот ресторан, который идеально следит за своими продуктами. Вот это все мифы, что это там еда вот эта. Видел я, Ганн-13 выложил, что он отравился Макдональдсом. Честно, не знаю, может и отравился, я никогда в жизни не отравился Макдональдсом, никогда в жизни. И те, кто работают, а работали там много людей, которых я знаю или когда-либо с ними разговаривал. И все говорят одно и то же, что за качеством продукции, за том, что она была свежая, за том, чтобы никто не доведи Господь не отравился, там следят просто как не следят нигде. То есть у дяди Вани, грубо говоря, никто не будет ни черта, ни за чем следить. Будут давать то дерьмо, которое ты будешь жрать, потому что другого не будет. Опять-таки, вся национализация и все отсутствие конкуренции приводит к тому, что бизнесмен, который или государство, которое владеет, ну, вот этим вот предприятием, он будет давать тебе вот что захочет. И цену будет указывать ту, которую ему захочется, потому что у него монополия, потому что нет выбора. А так как Макдональдс работал в конкурентных условиях, он вынужден был держать марку. Также можно сказать вообще про все. Уходят иностранные компании, остается только какое-то местное производство, если оно вообще есть в этой отрасли. А значит, оно одно, и у него нет конкуренции, а значит, качество продукции, которую ты покупаешь, уменьшается, а цена увеличивается. И увеличивается серьезно и капитально, потому что ты купишь за любые деньги, как это было в вашем любимом Советском Союзе. Про дефицит вы, наверное, ослышали все. И бабушки, и дедушки, и родители вам, наверное, разговаривали, что советский человек половину своей жизни проводит в очередях. Это говорят даже яростные ностальгисты по Советскому Союзу и яростные его сторонники. Потому что дефицит, повальный дефицит вообще всего, это как раз следствие отсутствия конкуренции. Отсутствие свободного рынка. Это плановая экономика. Вот что это такое. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Этим видео я пытался до вас донести, что некоторых вещей, которые вы сейчас делаете, многие из вас, делать не стоит. И тогда и ваша жизнь, и жизнь окружающих вашей, и вашей собственной страны станет, не в пример, лучше, если вы перестанете этим заниматься. Если вы не будете давать одобрения популистам-чиновникам, которые будут говорить те вещи, которые вам приятно слышать. Если вам будет это слышать неприятно, они не будут это говорить. Со своей стороны, поскольку я все-таки один из нас, я говорю на русском языке в основном пока что. Английский, кстати, я знаю. На премиумом уровне я могу разговаривать, и тем более я его понимаю. Я очень много англоязычного контента смотрю на Ютубе, и задумываюсь уже над главноязычным контентом выпускать самостоятельно. Так вот, пока еще я здесь, пока еще вещаю на русском языке, я пытаюсь сделать хоть что-то для того, чтобы наша с вами совместная жизнь, чтобы мы все жили лучше. Чтобы бедный стал богаче, а богатый стал еще богаче. Я делаю все от меня зависящее для этого. Делаю это отчасти потому, что сегодня, наверное, уже ничего больше не остается. Уровень отчаяния, уровень бедности наш скоро будет просто запредельный, и надо делать хоть что-то. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего.